Евгений и Екатерина Кобелевы – велосипедисты со стажем. Железный конь для них не просто спортивный атрибут, а часть образа жизни. В этом году пара решила отправиться в велопоход по Кировской области. За 8 дней они преодолели расстояние в 918 километров. Мы планировали его заранее, за полгода до начала. Собирались, закупали сумки на велосипеды, готовили велосипеды, готовились сами. Мы ездили по несколько километров, по 100 километров, чтобы до нас не было неожиданности, так скажем, такой километраж. С собой у нас была палатка. Изначально, конечно, мы планировали день-два, может, переночевать в гостиницах. Но чувствовали себя хорошо, погода позволяла, и поэтому мы все дни ночевали в палатке. Мои родители спокойно отреагировали. Они уже по прошлому году, так сказать, успокоились, что мы никого не будем слушать. Его родители, мне кажется, больше переживали. Все время звонили и писали, где вы, как вы, как живете. Навигатор – верный друг. Однако во время поездки он несколько раз подводил семейную пару. На второй день Евгений и Екатерина заблудились в лесу и проехали лишние 60 километров. Поваленные деревья, болото. Приходилось переходить небольшую речку даже, передавая велосипеды. И мало того, что велосипеды груженые, еще и мы немножко панику, так скажем, поймали. Потому что везде лес, везде непонятно что, куда мы выйдем. Ну, в принципе, шли прямо по направлению дороги, которую показывал навигатор. Дороги там, естественно, не было. Перетаскивали велосипеды через повали на деревья. Ну, это, наверное, такой самый запоминающийся момент за все вот это путешествие. В итоге два километра мы преодолели за два часа. Это было волнительно. Перед выездом посмотрел видео, как выживать в лесу. Когда собирали велосипеды, включил видео фоном, чтобы играло на ютубе, как выживать в лесу. Это видео вспоминалось, когда мы шли по лесу, всякие советы давали. Но в итоге все вышли, ничего страшного. Кировская область богата на достопримечательности. За время велопохода туристы посетили Зараменскую пещеру, Бересняцкий водопад, Буржатский утес, озеро Шайтан. Там искупались, там приготовили еду, познакомились с местными жителями. Они нам показали короткую дорогу обратно, чтобы мы обратно крюк в 60 километров не делали. Мы за место этого по подсказкам местных жителей положили дорогу, которая у нас вышла на 30 километров короче. Мы затратились перед поездкой на сумки, но если их не считать, вот эти все сумки, потому что они у нас остаются и на будущее, с ним ничего не случится. Мультитулы, топорики разные. То есть именно на эту поездку, именно в плане топлива, то есть заправлять надо не велосипед, заправлять нужно нас. Кушали мы очень хорошо. Плюс душ когда-то покупали, ну такой в гостиницах. Не ночевали, но приезжали, ходили в душ на какие-то еще мелочи. То есть по ходу поездки мы потратили 11 тысяч на двоих. После велопохода у слободских туристов остались только положительные впечатления. В следующем году пара планирует отправиться на большее расстояние. Сначала, когда я соглашалась вообще на все это, я не думала, что я смогу, не думала, как это вообще все будет происходить. Просто пошло, поехало, все получилось, преодолела себя, это самое главное, это вообще самое любимое дело в жизни у меня, преодолевать себя, ставить себе какие-то невыполнимые задачи. Поэтому в следующем году, я думаю, мы выедем уже за пределы Кировской области. Может быть, сначала уедем на поезде в какой-нибудь населенный пункт, оттуда поедем на велосипедах путешествовать. Например, у нас есть варианты съездить в Карелию или на Алтай, такие уже более известные места посетить. Велопутешествия в России набирают все большую популярность. Экологически чистая и безопасная техника способна зарядить не только позитивом, но и помочь укрепить здоровье.